Вот тут мы говорили про Ройзмана, про то, как он борется, какими методами и насколько он эффективен. Но есть разница, он борется с героином. У нас его. Я думаю, очень мало. Вот у нас и другая проблема. У нас есть проблема, что люди покупают себе вещества в аптеках. Некоторые не трансформируют, выпаривают, что-то мне делают, я не в курсе, честно говоря. Там в интернете все написано. В интернете все написано. Трамодол. Трамодола наркомания очень распространена. Среди молодняка очень много трамодольщиков. Скажи, а вот аптекарши, вот эти тети, бабушки, которые торгуют таблетками, они же видят, кому они продают. Они же знают. Если говорить о трамодоле, допустим, то это препарат строгой отчетности, который просто так не купишь, только по рецепту. Значит, существует какая-то нелегальная сеть. Вот. Я уверен, что подавляющее большинство людей, которые занимаются информацией в нашем городе, это люди порядочные. Ну, как бы, откуда-то же это берется? Откуда же берется то же самое Трамодол и прочее? Там список обалденный, там огромный список этих всех. Ну, я, в принципе, гинеколог по специализации, поэтому я не могу владеть полностью информацией по этому поводу. Ну, как бы, вижу. Я работаю в БСНБ. Чего я там только не видел. Каких только людей не привозили. Вот. Ну, и, конечно, опятная наркомания, она никуда не делась. Конечно, такого бешеного количества опятчиков, которые колят себе ширку, сейчас нет. Они просто умерли, скажем так. Какой-то процент из них избавился от этого недуга. Вернее, это же порог, это не недуг, это порог. Потому что им наслаждаются, как в анекдоте. Знаешь, как? Вы сидите своих порогов, они этим ими наслаждаются. То есть, я даже не считаю наркоманию болезнью. Это именно порог. Вот. Потому что человек получает кайф. Вот видите, как убивается его здоровье, как ухудшается его социальное положение, его репутация, как расплывается семья. И, тем не менее, он все равно все это вложит на алтарь наркомании. Вот так вот. Поэтому любой человек, который продает любой наркотик, это слуга сатаны. Это однозначно. И таких людей не любят ныть. И сами потребители, в принципе, и те, кто, скажем так, ловит их. Их на зоне очень не любят. Ты знаешь, что они там петухи все? Ну, скорее всего. Ну, слово барыга никогда не носило даже намека на уважительность, скажем так. Человек, наживающийся на чужом горе, всегда вызовет неприязнь. Даже у самого последнего представителя нашего социума. Я предлагаю провести наше первое мероприятие, вот прямо на первой сессии, которая состоится, городского совета. Давай проведем там фото-выставку, совместную такую вот, фото-выставку. Ну, начнем о вреде курения. Ну, почему нет? Курение – это сильнейший наркотик. Когда в тюрьмах отменяли выдачу табака, вспыхивали бунты. Люди, лишенные женщин, вкусного питания, одежды, сидели. У них забрали табак и вспыхнул бунт. Вот табак – сильнейший наркотик. Спасибо Колумбу, конечно. А в тюрьмах до сих пор выдают табак или уже нет? Не в курсе. Но я думаю, что, скорее всего, заключенные в тюрьмах получают с помощью передач. Да, с помощью передач. Вот это тоже проблема, огромная проблема. Даже если взять, провести ту же, скажем так, аналогию, вот, к примеру, курение тоже марихуаны. Некурящие сигареты имеют ничтожные шансы покурить марихуану. Да. И любой курильщик марихуаны – курильщик табака. Таких людей, которые, допустим, не курят марихуану, курят марихуану, не курят табаку, по-моему, их нет. Как бы так. Еще раз пожелаю нашему движению, молодому движению, родители против наркотиков. Опять же, мы определились. Я желаю вашему движению обрасти связями, добиться прогресса и сделать максимум возможного для нашего города и нашей области. Спасибо. Спасибо.